Уже через пару часов я навсегда разбираю свой ПК, который служил мне 5 лет, на котором я сделал большинство видосов на основной канал. Этот ПК подарил мне брат, 3 января 2016 года, и вскоре я продам его в Москве по частям. Я решил снять это видео на память, чтобы продемонстрировать, какие фпс показывал мой железный конь, и как мне на нём все эти года игралось. Поехали. Вторая доточка, максимальнейшие настройки графики, демонстрирую. Всё на ультра, разумеется вертикальной синхронизации нет. Обычный мидгейм, обычное убийство пятёрки, ну в этой катке это четвёрка оказалась. 30-40 фпс, так вот стабильненько, ну ладно, 30 это конечно, ну минимум. 40, вот где-нибудь на базе 50, как можете видеть, но стабильные 60 не бывает никогда. А в замесах так вообще 17 видел, потому что, ну пиздец, жить не хочется. Типа доточка любимая, вы представляете, каково мне. Да, да, провода. Пуярим. А тос есть. На нахуй. Вот такие вот дела. Минус Godlike Invoker, для меня это не проблема, а вот было бы у меня фпс, ну хотя бы в два раза больше, это без бкб. Эх, эта игра бы преобразилась. PlayerUnknown's Battlegrounds. Да, любил я поиграть в эту игру в своё время. Настройки самые минимальнейшие, которые только могут быть. RenderScale 100. Остальное всё на просто минимуме. А, карта Эрангеля. Я, чтобы найти эту карту, блять, перезапустил 20 игр, потому что это карта моего сердца, она моя любимая, первая, навсегда в моём сердце. Именно поэтому, потому что я тысячу раз перезапускал игру, и она успела за это время прогрузить всё в кэш, что только возможно, именно поэтому я сейчас здесь нахожусь, а не лечу в самолёте. Объясняю, первая проблема в игре PUBG, которая у меня всегда была. Я не успеваю загрузиться. Когда только первый раз захожу в игру, когда ещё ничего не загружалось ни разу, когда первый раз захожу в игру, я не прогружаюсь. Я уже слышу в наушниках звуки самолёта, я уже слышу, как он летит, я с другом играю, он говорит, ну чё, куда падаем? А я ещё не загрузился, я уже из самолёта выпрыгиваю, у меня ещё нихуя не загрузилось. Вот этот матч старт, я только начинаю видеть эту надпись со второй игры, потому что тогда уже всё прогружено. А в первый раз у меня нихуя не прогружается, я лечу в самолёте и вижу экран загрузки уже. А сейчас я уже тысячу раз запускал. Итак, Erangel, минимальные настройки графики. Оцените вот эту надпись. Объясняю вторую проблему PUBG за всё моё время игры. Это непрогружаемость домов. Ну сейчас это вроде пофиксили, но раньше это было просто ужасно. Можете посмотреть видос на основном канале, то есть Дре Корта, где я занял топ-1. Даже с этими ужасными лагами вы увидите катку вопиющий пример, как у меня люто лагало, и я всё равно занял топ-1, потому что я лучший в мире. Это вторая проблема. Постоянно не прогружаются дома, потому что, обратите внимание, сюда у меня занята почти вся оперативка. Да, но в последнее время это вроде фиксить пытаются, хотя не то чтобы. Ну ладно, давайте куда-нибудь приземлимся, в яскую поляну и продемонстрирую на самых минимальных настройках графики, как обстоят дела. А потом я сделаю нечто невероятное. То, что я никогда в жизни не делал, потому что вот уже сегодня я буду разбирать свой комп, я думаю, ну, рано или поздно надо было это сделать. Я поставлю ультра, я поставлю ультра и посмотрю, что будет. Ну, а сейчас я приземляюсь, сейчас 97 фпс, но это обман, обман дьявола, потому что стоит нам только приземлиться и всё изменится. Когда, ну, летишь, всегда такой высокий фпс, типа, людей порадовать. Смотрите, у вас фпс хороший, а нихуя? 53, оп, оп, оп. О, дома, во-во-во-во, о чём я говорю, они даже сейчас не прогружаются, хотя это вроде оптимизировали. Вот, вот так всегда я играю. А вот, хотя бы смогли немножко прогрузиться. Вот, пожалуйста, текстурки вот такие вот, это ещё тоже не прогрузившиеся. Нихера не видно, ничего не заметно, ничего не загрузилось, бляха. Бля, вот фризы, это самые минимальные настройки графики, напоминаю. И вот только вот на, в такой ситуации я могу добиться едва ли, вот едва ли 60 фпс. Если вы думаете, что запись сколько-то фпс жрёт, да нихера, вот 35, пожалуйста. Запись нихера не жрёт, потому что я записываю через специальный, специальную микросхемку, впаянную в видеокарту, и туда весь кэш записи идёт, и фпс не сжирается. GeForce Experience называется эта технология. Вот, пожалуйста, какие-какие, ну, позорные текстуры, и какой фпс. 46, блядь. И сейчас я, если никого не найду, то просто спрячусь и включу ультра, и покажу, как это будет выглядеть, потому что это будет пиздец. Хе-е-е-е, да, блядь. Я вы, сука. Никого нет. Ну, тогда я ложусь и делаю невозможное. Делаю очень страшное. Далечь беспалево. Жил без страха и умер без страха. Ну что, давай. Ну, рендер скейла не буду повышать, конечно, у меня просто взорвётся комплюктор. Хуяк. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Чё сейчас будет? Всем пока. А. Ебать. Ебать. Комп, ты жив? Не надо! Блядь, выруби ультра! Сука! Слышите? Внутри компа кто-то бьётся, хочет вырваться. Ну, у меня комп умоляет, чтобы я отрубил это. Чё? Видите? 8 гигабайт оперативки. У меня оперативной памяти не хватило, блядь! У меня всего 8 гигабайт. А, вся. Всё, вылет. Да. Очевидно... У меня чёрный экран прямо сейчас. Прямо сейчас у меня чёрный экран. Что происходит? У меня не хватило оперативки. Ну, это первая, прям, заметная причина, почему сейчас чёрный экран. Всё. Я вне PUBG. У меня... Всему пиздец. А, чё, покажешь какой-нибудь краш-репорт или что-нибудь? Что-нибудь хоть. А, он просто вылетел. И даже, ну, типа, всё, иди нахуй, короче. Понятно. Overwatch. С этой игрой у меня проблем никогда не было. И за это компику, конечно, спасибо. Настройки ультравысокие. То есть, очень приличные. И картинка крайне красивая. И у меня всегда стабильно 80-90 FPS. То есть, в эту игру ПК играть мне позволял. Разберёмся с Фарой. Ну, Анна сделала это за меня. И давайте-ка ультанём. Ну, и самое животрепещущее, то, что терзало мою и без того потрёпанную душу на протяжении 5 лет, 3000 часов, это, конечно, GTA V. Демонстрирует свои настройки графики. У меня всё на ультрах. Почти. Кроме частиц и травы. Но, ну, ещё MSAA маленькая для отражения и дефолтная FXAA. Частицы и травы стандарт. И теселяция тоже стандарт. Но не думайте, что я говорю, что у меня маленький FPS, хотя я играю на ультрах, типа, что я выёбываюсь. А дело в том, что вы можете видеть, что у меня только половина видеокарты занята. И сейчас, проезжая по городу, то есть в обычных условиях, серьёзные графические вычислительные процессы сейчас происходят. И у меня только 45%, вот, 50% видеокарты сейчас загружены, как можете видеть, в верхнем левом углу. А значит, настройки графики на мой FPS никак не влияют. На низких у меня точно такой же FPS. Всё потому, что идёт упор в процессор. Я, ну, MSAA Afterburner у меня почему-то залагал и не показывает процент загрузки процессора. Но будьте уверены, что сейчас это 100%. Процессор i3-3220, ну, не может вытягивать такую разницу высот, столько вычислительных одновременно процессов он не может поддерживать. У него всего 600 миллионов микротранзисторов. Поэтому всё очень печально. 5 лет, 3044 часа я играл именно вот с такой вот производительностью. Ну, ладно, первые два года я играл с монитором SOS 720p, но, типа, anyway, какая разница, картинка ведь, сами понимаете. Картинка не имеет значения, поэтому и на том мониторе у меня тоже был такой FPS. И, ну, что я могу сказать. Это, конечно, играбельно, это, конечно, играбельно, но это очень больно. Так играть мне очень давно. Я просто устал. Но, но, это последний день в моей жизни, когда я играю с таким FPS. Бля, серьёзно, что ли? Подожди, не, правда? Лу, только сейчас кто-то осознал. О май гад, я сейчас упал в философские раздумывания. Радость, радость расставания сменилась ностальгической грустью прощания. То есть, это реально последний раз в моей жизни, когда я, в принципе, зашёл в GTA Online с этого компа и страдаю от этого FPS. Больше я не буду страдать. Я уже решил, что я куплю себе ноутбук Lenovo Legion 5. Где, ну, всё в тысячу раз сильнее. И там будут стабильные FPS-ики. То, о чём я как раз мечтал. О май гад, это реально последний раз в моей жизни. Потому что уже завтра в 7 утра поезд. Я ещё ничего не собирал, никакие сумки. Я даже в ленту не съездил купить еды в поезд. То есть, у меня нет времени, блядь. Сейчас выйду от этой игры и буду уже другую тестировать. А это... Это... Это прям реально, ну, блин. Это реально последний раз вообще ever. Вы прикиньте? Типа... С этого компа. Я 5 лет, наверное, играл. 3000 часов именно с этой системки. Именно сейчас вы можете видеть 24 FPS. Блин, давайте подольше здесь посидим, пожалуй. Потому что давайте на прессоре полетаем. Не знаю. Почему-то я вдруг стал грустить, ностальгировать. И... Ну, как ностальгировать? У меня просто слов уже нет. Иногда, кстати, ещё бывает, что у меня земля серая. То есть, жёсткий диск не успевает прогружать. Да, жёсткий диск. Не SSD. Такое ещё бывает. То есть, у меня будет буквально дарявая карта. Вот, демонстрирую скриншоты. Вот, недавно я сделал. У меня было такое. Ну, у меня такое часто. И скоро я от этого избавлюсь. И, блин, это прекрасно. Но в то же время... В то же время... Эх... Скучать не буду, нет. Но осознание того, что в данный момент это прощальная игра с этой системой, это немножко наводит трепета. 7000 мегабайт оперативной памяти занято. На ноутбук у меня будет 16 anyway. Что ж, вот так вот я играл в эту игру. Это моя основная игра, моя любимая игра. Самая важная для моей жизни это эта игра. И вот даже в 30 фпс я наслаждался, играя в неё. И скоро буду наслаждаться ещё больше, потому что у меня будет как минимум в два раза больше. Я ухожу в тавтологию из-за отсутствия слов, поэтому я просто скажу прощай GTA V на процессоре i3-3220 и видеокарте GTX 1650. Прощайте, ужасные 30 фпс. Увидимся на Lenovo Legion. Alt F4. Ну и под конец производительность в Ведьмаке. Я в него как-никак наиграл 235 часов, получил все достижения абсолютно честным образом, как и всегда. И играл я всё это время на вот этих вот настройках в графике. Все 235 часов на абсолютных минималках. И как вы можете видеть, он у меня выдает в Новиграде 40 фпс, а в каких-нибудь пустырях может и 60 дать. То есть, ну в целом довольно-таки неплохо, хоть и на самых низких, хоть и различные предметы у меня не прорисовываются. Сейчас бы для примера что-нибудь показать, какую-нибудь записку. Вот, вот, хороший пример. Короче, вот эта вот записка. Забыла, по-моему, не посмотреть. Да, её не посмотреть непосредственно в игре. Короче, всё, что связано с рисунками и надписями, оно размытое, пиздец. Всё, прям, ну невозможно разобрать текст и ничего. Вон тут рисунок, ведьмаку он тоже был размыт. Я не понял, что там нарисовано и офигел. Вот, смотрите, пожалуйста, посмотрите, вот, пожалуйста, о чём я говорю. И вот так вот я играл и получилось все достижения. Ведьмаке. Прощай, i3-3220. Буду скучать. Нет. Не буду.